Борисовский завод «Автогидроусилитель» снова попал под внимание сотрудников финансовой милиции. На этот раз в оперативную разработку попали сразу четыре топ-менеджера предприятия. Напомню, о хищене этого завода мы уже рассказывали. В мае тогда исполняющий обязанности начальника Бюро отдела материально-технического снабжения, договорившись с кладовщиком, организовал поставки несуществующего металла. Такой специфический товар согласился периодически привозить некий минский предприниматель. Позже оперативники выяснили, что все сделки были проведены с помощью так называемых «бестоварных накладных». То есть отгружалось железо только по документам. А накануне оперативники ДФР раскрыли карты еще четверых сотрудников завода, которые по такой же схеме, как и их коллеги, работали. Продолжит материал Юрий Шевчук. Странными делами на заводе «Автогидроусилитель» сотрудники финансовой милиции впервые заинтересовались весной этого года. Как выяснилось, несмотря на постоянные закупки, калиброванный металл никто не привозил. Криминальную схему на предприятии организовал один из топ-менеджеров. Сговорившись с минским предпринимателем, он наладил поставки несуществующего сырья на завод. Глаза на несуществующие накладные закрывал и кладовщик завода, который проводил приемку несуществующего товара. Накануне махинации его завербовал идейный вдохновитель этой преступной схемы. Минский коммерсант также был в доле. После каждого дела выручка делилась на троих. По оценкам сотрудников финансовой милиции, таким образом криминальное трио похитило с завода около 20 тысяч рублей. Все подозреваемые тогда были заключены под стражу, но правоохранители не поставили точку в этом деле. Проверка на заводе продолжилась, и уже буквально через пару месяцев появились новые результаты. Как выяснилось, по аналогичной схеме коллег работали еще четверо сотрудников предприятия. На якобы поставленный в адрес предприятия металл оформлялись бестоварные накладные. Фактически же никаких поставок не было, однако деньги исправно уходили со счета завода на счет коммерческого предприятия. После обналичивания участники преступного сговора делили их между собой. И установлено, что таким способом удалось похитить свыше 15 тысяч рублей. У должностных лиц завода автогидроусилитель, причастных к преступной схеме, взята подписка о невыезде. Руководитель столичной коммерческой фирмы на этот раз заключен под стражу. Юрий Шевчук, Алексей Юнош, Зона Икс. Юрий Шевчук, Алексей ЮНГ.